Что хотела, про наставника вопрос, где найти наставника человека? Наставника найти можно, когда развивается человек. То же самое спрашиваешь, где найти жену, где найти ребенка? Приходит время, ты все получаешь. Вот, допустим, наставник всегда есть в пространстве. Вот, допустим, когда жена кричит, ругает мужа. У вас муж есть? Да. Вот он ваш наставник. Он когда ругается на вас, он вам говорит всю правду про вас. Он говорит неправильно. А, да ты такая, сякая. Чисто есть наставление? Он редко. Ну, не важно. Он в это время дает наставление. Он ваш наставник уже. Он говорит всю правду про вас. Вот какая есть, такая есть правда. Но говорит это, потому что он не может сказать по-доброму, вы не примите от него. Но он поэтому говорит, когда он держит это внутри, но когда ему плохо, он начинает кричать, а, ты такая, сякая, всю правду. Он наставник. Вы принимаете это не наставление? Нет. Теперь, следующий уровень наставничества – это дружба, старший друг. Обычно люди друг уже балдеют, там, допустим, женщина уходит от мужа, все подружки говорят, молодец, молодец, молодец. Это не подружки на самом деле. Настоящая подружка говорит, дура, оставайся с мужем. Это настоящая подружка. Но такая дружба сложна, потому что настоящая сердечная дружба – это дружба по совести. Здесь уже не прокатит вот это вот сюсю-пусю. То есть здесь уже конкретно тебе скажут правду, и тебе придется ее принять. Но если у тебя нет таких друзей, куда тебе до наставника? Допустим, в ведах слово «наставник» переводится как «гуру». «Гуру» означает «тяжелый». Перевод слова «гуру» – «тяжелый» означает. Значит, тяжелый. Не то, что он много весит. «Тяжелый» означает, что он тебе скажет то, что ты не унесешь. Поэтому не надо обискать наставника. Ищите старшего друга, который будет вам советовать, правду вам говорит. Учитесь близкого человека сначала слушать. Придет время, вы вырастите до наставника. Когда ты уже унесешь, несешь правду в жизни своей, тебе говорят правду, а ты несешь, принимаешь. Нет проблем, Бог сразу дает наставника. В эту же секунду он вообще как бы ни в коем случае не будет тянуть резину в этом вопросе. Женщина готова замуж выйти, сразу мужика дает, тут же. На самом деле, убога мужиков заболись. Просто не готова, когда женщина. Не дает мужика, жалко, мужика жалко просто. Не дает. Говорит, я тебе уже двоих давал. Чего ты их замучила? Одна сиди, все. Она говорит, давай третьего, все, я не буду его мучить. Не, не верю, не верю тебе, все, одна живи. Ребенка тоже не дает Бог, потому что замучает. Как только достойно ребенка, сразу вот тебе ребенок, нет проблем. А вы говорите, я сама выносила, родила. Как ты выносила? Ты что там, размножаешь клетки внутри себя, что ли? Ну само все размножается, само зачалось. Само рожается, не мешай. Кушерки говорят, расслабься, не мешай. Само будет рожаться все. Бог это делает за нас. Если мешаешь, хуже будет только. Так и наставник тоже. Приходит время, приходит обязательно. Человек готов, все, тут же наставник ему, тут же Бог дает. Моментально. Ничего не затягивается время вообще в этом вопросе. Моментальная реакция. Ну допустим, я наставник для вас или нет? Конечно. А вы меня спрашиваете, как найти наставника? Нет, я имею в виду такого в жизни, не виртуального, а в жизни больше информативного. Реального. Один в этом, я в Дипропетровске читал лекции, один человек ко мне подошел, говорит, у нас в Канаде появилась новая технология, Олег Геннадьевич, теперь можно в голографическом изображении лекции читать. Голограмма сидит и читает лекции, а вы где-то в другом месте находитесь. Я говорю, людям не понравится, на голограмму не придут. Я понимаю, о чем, видите, я так пошутил с вами, потому что все нормально. Я еще хотела спросить... Это тоже разные уровни наставничества, понимаете, когда человек любит наставление слушать, вот вы хотите слушать меня, хотите не слушайте, никто не заставляет. Хотите, выполняйте то, что я говорю, хотите, не выполняйте. Это такой вид наставничества. Это хорошая очень возможность человеку развиваться, потому что на другого наставника он не тянет пока, ему очень трудно непосредственно от кого-то наставление. А просто послушал лекцию, живи как хочешь. Это нормально. Это этапы развития всего человека. Вот хотела еще спросить, родителям кланяться, если у меня отец умер, ему как вот кланяться можно или вообще? Конечно, почему нельзя? Почему нельзя? Ничего страшного, то есть, да? Человек не может умереть. Дети, я вам это покажу. Да. Как зовут отца? Муршат. Он отличался спокойствием, молчаливостью, решительностью. Он был целенаправленный человек, у него было любимое дело, в лечении. Вот. К вам он относился строго и по-доброму. Я не помню, как он ко мне относился, но да, полностью и писали. Я его вижу, потому что он живой. Я даже чувствую, где он находится сейчас. Человек умереть не может, запомните это. Один раз сон приснился, что он родился, переродился, но заново человеку. Да, так и есть. И после тех, ну, того сна я перестала страдать по нему. Да, так и есть, все нормально. У вас поменялись отношения, теперь вы ему даете. Он то вам давал, теперь вы ему даете. Помогает. Просто я что-то подумала, думаю, наверное, это неправильно. Я перестала там кланяться, и вот ты сегодня, ну, как день один, наверное. Ваши отношения с ним остались прежними, ничего не поменялось. Ну, я просто как бы думаю, может, нельзя что-то как-то в голову. Нет, отношения меняются. Всегда с людьми вечно остаются одни и те же отношения. Спасибо. По уважению есть вопросы у кого-нибудь? По уважению, по позитивному настроению. У вас по уважению? По уважению? А? Вот мужчина, да. Добрый вечер. У нас женщины постоянно задают вопрос. Вот, я тоже думаю, надо уж мужчинам тоже дать стол. Я хотел задать вопрос по уважению. Научите, пожалуйста, уважать власть, которая обманывает народ, грабит страну. Не могу найти ответ на этот вопрос. Я вижу другую власть. Я вижу людей, которые защищают страну, укрепляют ее, делают ее сильной. У них есть свои слабости у этих людей. Это факт. Еще раз повторяю, что слабости эти общечеловеческие. Очень трудно отказаться от того, чтобы иметь деньги, если они при тебе. Это надо быть просто героем. Понимаете, Сталином очень трудно родиться, который ходил в одной тюбетейке, там, уфуфайт, ну, то есть в одном этом плаще. У него ничего не было. И когда его сына надо было обменять на генерала, а сын был солдатом, он сказал, я солдат, на генералов не меняю. И так его сын остался в плену и погиб впоследствии. Понимаете, Сталин это уникальная личность. Ленин уникальная личность. Таких людей просто нет и не будет. Но если человек страну поднимает, если он, как бы, делает ее сильной, укрепляет, это очень хорошо. Это большая редкость. Поверьте мне, большая редкость. Поэтому уважайте. Если не будете уважать, будет хуже. Придет пьянчуга какой-нибудь. Будет разорить страну в тречетах просто. У нас был уже пьянчуга? Но так потому, что мы не уважали. Поэтому хуже Бог дал. Понимаете, как мы относимся к старшим, так кто и нам и дает. Это не мои слова, это ведическое знание. Я вам рассказываю. Там есть такие разделы знаний, где описывается, как помочь стране быть сильной. Ну, простому гражданину. И описывается такой механизм, что если подчиненные проклинают правителя, он становится проклятым. Если они верят в правителя, он становится могущественным, сильным, способным побеждать. Если они им прощают, он становится совестливым. Если они его принимают, он начинает любить свой народ и так далее. Ну, то есть, есть законы, которые от нас исходят. И это означает, что мне положено, то я и получил. Если я, ну, сильная личность, способная верить в старших, они становятся сильными личностями. Вот что мне положено, то я и получаю в жизни. И не только в позиции властей, а также в отношениях с властями. Я получаю зеленую дорогу в своей жизни, потому что я уважаю старших. Это очень сложное знание. Очень сложное. Это касается не только властей там, а также и руководителей там предприятий, то есть всего прочего. Просто ваш вопрос еще раз напоминает мне тот ответ, который я вам уже дал. Я просто более практично на него отвечу сейчас. Если вам сейчас кому-то из нас дать, допустим, несколько миллионов долларов, испортит эти деньги меня или нет? Я точно знаю, что каждого из нас они испортят на столько цен. Ну, то есть человек получает власть, она его рубит как личность. Получает деньги, его рубит как личность. Поэтому, если бы это было не так, тогда был бы какой-то выбор. Почему все приходят и всех рубят? Все приходят и всех рубят. Почему? Потому что такая сила огромная. Поэтому в монастырях люди не хотят с деньгами иметь дело, потому что они знают результат уже заранее. Что испытание невыносимое, ноша невыносимая. Потому что человек несет на себе ношу, и слава Богу, пусть несет. Надо помогать ему. Спасибо. Спасибо вам. Очень классный вопрос, супер. Очень важный вопрос для всех. Особенно сейчас, мои хорошие. Потому что сейчас наша страна испытывается на веру в старших. Малейшая слабинка и хаос наступают. Потому что этого хаоса так сильно ждут вокруг. И так сильно ему помогают. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Ваш вопрос. Олег Геннадьевич, подскажите. Вы сказали учиться видеть хорошее, нужен и важен самоконтроль. А вот как быть с теми эмоциями негативными, которые все равно выходят? То есть ты же умом понимаешь, да? Да, выходит. Особенно человека судят, допустим, правительство судят. Как ему любить правительство, когда его судят? Но если он полюбит правительство, когда его судят, то срок будет меньше. Сто процентов проверено. А может вообще не будет никакого срока. Такое тоже может быть. Вполне. Поэтому на кон стоит твоя судьба. И твои мысли, эмоции по отношению к тем, кто испытывает тебя, являются законом, побеждающим судьбу. Я видел в своей жизни такие случаи, когда студент, которому поставили отметку, дающие право выгнать его из института, оставался в институте. Только потому, что он сохранял уважение к экзаменаторам, преподавателям. И вел себя очень достойно. Я видел своими глазами, как они меняли решения. И несмотря на эти отметки, оставляли человека в институте по-любому. Потому что они видели его качество личности. Это самое главное и ценное качество личности. Когда человек внутри себя победил судьбу, снаружи она побеждена автоматически. Спасибо. То же самое пример. Смотрите, даже здесь я видел этот пример, по-моему, в этом зале. У женщины уходит муж. Она к нему относится по-доброму. Простила его. Он к другой женщине ушел, она его простила. Ждет назад, хорошо к нему относится. Но при этом не унижена. Она нормально настроена. Все, она его возвращает. Очень трудно такому человеку... К такому человеку очень трудно не вернуться назад. Ну, практически невозможно. Ну, представьте, как бы человек к тебе подобного хорошо относится. Ты видишь, ты сам его предал. Приходишь к детям, а женщина ведет себя хорошо с тобой. По-доброму. Как это возможно вообще? Ты смотришь на этот человек и думаешь, да это святой человек вообще. Но я люблю другую. А это временно. Пройдет полтора-два года, и ты разлюбишь другую. Потому что влюбленность не длится долго. А потом, куда ты пойдешь? Неужели ты будешь себе другого искать человека, когда эта женщина, она является матерью твоих детей. И она к тебе относится лучше, чем ты можешь себе представить. Да куда ты пойдешь? Назад пойдешь. Некуда тебе идти больше. Это значит, что она победила свою судьбу. Также в отношениях со старшим можно победить свою судьбу. Тебя мучают, а ты не поддавайся. Люби. И результат будет всегда один и тот же. Защита. Защита. Ну давайте вывод девушки в очках. Тема та же самая, да? Давайте, хорошо. Начали по теме вопросы. Добрый вечер. Вопрос такой. Если существует ли определенный какой-либо механизм, который бы помог уважать человека, которого совершенно не уважаешь? И даже желания нет его уважать. Не старший? Нет, не старший, допустим. Ну приблизительно. Младший? Равный? Нет, не старший, не правный. И вообще это не личная работа. Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Есть три категории людей. Их уважать надо по-разному. Младший. Имеет право ошибаться, делать глупости. В чем заключается твое уважение? Ты как бы считаешь его младшим. Вот если, допустим, собачка может гавкать? Ты нормально к ней относишься? Нормально? Не ненавидишь ее за это? Почему? Потому что ты ее считаешь собачкой. Точно так же. Если ты в младшем видишь младшего, ты понимаешь, что он неразумный, недоразвитый. Почему мать сильно ругает ребенка? Как вы думаете? Потому что она не знает, что он младший. Она не понимает этого. Потому что когда она это поймет, она уже не ругается. Она понимает, что он бестолковый. Надо это признать. Если старший признает, что младший бестолковый, неразумный человек, он дает им возможность ошибаться, прощает ему ошибки. Это значит, что он разумный, стал старшим. Почему мы ругаем младших, злимся на них? Мы сами не старшие. Мы еще не умеем быть старшими, потому что мы не видим разницу в интеллекте людей. Есть младшие, которые неразумные люди, бывают. Зачем обижаться на них, если они делают глупости? Надо обижаться. Это нормально. Так надо уважать младших. Уважение к младшим означает снисходительность. Как к равным уважать? Уважение к равным означает свобода выбора. Например, друг бросает жену. Нехорошо поступает. Ты ему говоришь, слушай, ну нехорошо бросать жену. Но он все равно бросил жену, бросил все равно. Если ты говоришь, негодяя, я тебя ненавижу, то Бог тебя заставит тоже бросать жену. Посмотрим, как ты справишься. За что боролся, на то и напоролся. Как надо отнестись к нему? Сказать, ну конечно, ты неправильно поступил. Ну давай дальше жить как-то. Что делать? Это к равному надо относиться, давая ему возможность совершать ошибки в жизни. Как уважать старшего? Надо видеть в нем главное и прощать второстепенное. Вот что, допустим, для правителя главное? Страна в мире живет, вот это главное. А все остальное второстепенное. Вот если бы страна не в мире жила, тогда другой разговор. И так далее. Видим главное, прощаем. Давай оставим мелочи. Давай отбросим мелочи. Давай оставим главное. Спасибо. Есть еще чужие люди разные. Допустим, там кто-то в Мозамбике кого-то убил. Как ему прощать? Да зачем тебе об этом вообще думать? Надо ему не прощать, не не прощать. Думай о том, что с тобой как-то в жизни связано. Чего тебе там лезть в Мозамбик? Тебе своих жизней не хватает, что ли? Лезут все, каждый куда-то там, суют свой нос во все новости. Вы сунули в новости нос? Вы стали ответственны за это? Вот кто-то кого-то убил, вы как бы осудили. Хорошо, молись теперь за этого человека. или у тебя много сил, да? Так много, что ты везде лисуешь свой нос. Надо по своим силам жить. А если ты не помогаешь человеку, о котором ты печалишься, что он плохой, значит, тогда ты будешь за это отвечать. Нос свой сунул, отвечай. Новости можно узнавать, там все нормально, там то-то происходит. Но не надо детали изучать. Не надо туда нос свой залазить, как мне простить человека, который вот то-то, то-то там. Зачем тебе вообще об этом думать? Это тебя никак не касается. Скажите, пожалуйста, а если, например, вот такая ситуация, ребенок в школе, учитель, незаслуженно, например, как-то ребенка твоего унижает, унижает, вот. Я понимаю, что этого человека, учителя, в принципе, есть за что уважать? Уважайте его сначала и простите, потом называется свобода выбора. Или вообще свобода в жизни. Где начинается свобода и где заканчивается свобода? Когда вы на кого-то разозлились, свобода закончена. Вот на жену разозлились, можете ей правду сказать? Нет. Сначала простите человека, переварите его поведение. Простите, а потом придите к нему и спросите. Вы знаете, вы такой хороший человек, уважаемый. Я не пойму вот одну вещь. Как-то почему-то мой ребенок на вас сердится. Мне кажется, что он, может быть, что-то неправильно. Объясните мне, пожалуйста. Он говорит, что вы его зря просто унижаете. Если он зря унижает, вы по-доброму сказали, он перестанет. Или будет меньше, потому что вы контролируете ситуацию теперь своей добротой. Вот. А если он делает не зря, вы узнаете что-то новенькое про своего ребенка. Но для начала надо простить, принять. Я впервые в жизни с этим столкнулся тогда, когда меня отучили воровать. у меня попадались очень хорошие люди на моем жизненном пути. Я ходил в группу продленного дня, я был во втором классе, и мне понравилась книга «На суше и на море». Склопедическая книга такая. Там все рассказывается о всем. Я ничего этого не знал. Я когда уроки выучивал, я брал эту книгу и читал. А потом я подумал, а что я все время ее буду дома еще читать. И забрал ее домой. Тихонечко читать. Потом учительница спрашивает, кто взял книгу «На суше и на море» «На меня смотрит». Я же читал ее. Я как бы не понял вопроса просто. Не понял, что спрашивают. Как-то не смог я ей ответить. А вдруг она меня заберет, я не смогу читать, мне надо читать. И я смиренно промолчал. Дальше смотрите, что она сделала. Она неожиданно пришла ко мне домой, когда я дома находился. Она постучалась домой. Мама открыла, она сказала, «Знаете, мы проверяем, чем занимаются дети наши в свободное время. Можно я тихонечко зайду, проверю?» Она говорит, «Ну, конечно, приходите, пожалуйста. Мы рады всегда вам». Она пришла, открыла дверь, а я с книжкой записываю. Она садится со мной рядом. «Докуда прочитал?» Я такой, «Я краснею, я бледнею». Супер просто. Она говорит, «Олежек, ты завтра принесешь книжку, а то мы переживаем». Я говорю, «Ну, принесу. Я ее читать хочу сильно». Она говорит, «Ну, это вообще не проблема. Ты просто принеси ее, ставь. Когда захочешь почитать, возьмешь, почитаешь, опять принесешь. Вот так будем делать». Я больше не брал. Поставил, да там читал уже, оставался, просто там читал. Так мне было стыдно, потому что она с любовью все сделала. Такой хороший человек. Я понял, что нельзя воровать. Я себя усвоил. В другой случае, мне в первом классе поставили две единицы, или единицу и двойку, на двух страницах одного листа. Я пошел, когда из школы пошел, я пошел подальше, ну, как бы, вокруг школы подальше, чтобы вырвать страницу. Я шел, шел, и чувствую, уже далеко как бы ушел. Начал вырывать, и оказалась прямо над своим классом. И там учительница подошла, смотрит, стучит в окно. «Давай, возвращайся назад». Она, когда я пришел, она такая по-доброму, улыбается, заклеила мне страничку, пронумеровала, все. Не волнуйся, все будет хорошо. так я понял, как не надо обманывать через нее. Обман, так из сердца как бы ушел, страх обмана появился. Любовь всегда обучает человек, любой. Если бы она кричала на меня, злилась, я бы ничего не понял вообще. разум в человеке работает только в любви, когда напряжение, злоба, разум вошибает, человек ничего не может понять. Только любовь, спокойствие, когда приходит понимание в сердце. Причем, в близких отношениях не надо акцентировать, как бы, допустим, ко мне жена подходит, говорит, «Слушай, мне кажется, я вот неправильно поступила в этой ситуации. Как ты считаешь?» Я говорю ей, «Ну, а как ты могла поступить? Нормально поступила?» «Ну, не смогла, не справилась, в следующий раз справишься». То есть, я ей не сказал, что ты неправильно поступила. Она говорит, «Ты всегда так мне отвечаешь. На самом деле, я знаю, что я неправильно поступила». Я говорю, «Не, все нормально». А если бы я сказал, «Ты неправильно поступила?» Она бы очень сильно расстроилась и в сердце думала, «Правильно, прорабельно поступила». Понимаете, нет, о чем я говорю. Знание приходит только через любовь. Надо быть очень деликатным с людьми, строгим, но деликатным. Даже наказываясь человек, наказываясь по-доброму, чтобы он все понял, а не злился, чтобы не воевал с тобой, не сражался, а все понял. Строгость – высшее проявление любви. Когда в семье между мужем и женой появляется строгость, это значит, что верность между ними живет. Они очень строго друг к другу относятся. Муж и женой очень строго относятся, значит, они очень глубокую любовь друг к другу имеют. Они могут правду друг к другу сказать, настоящую. настоящее отношение развитые, сильные, очень верные отношения, строгие. Строгость – это высшее проявление любви, но не злоба. Когда ты злишься на человека, это не высшие отношения, это низшие отношения, не развитые. Мой духовный учитель ни разу не показывал мне строгость свою. Я догадывался, но ни разу он не показал. представляете, какой человек? Делаешь глупость вообще просто явную, а он смотрит на меня не строго, но внутри сила огромная сидит. Он знает, что я неправ, но не показывает виду, к доброму относится. Сила такая внутри человека. У тебя все понятно становится через эту силу, как правильно совести ей. огромная сила нужна в человеке, чтобы так совести. Да? Ваш вопрос? Добрый вечер. Регина Ильич, подскажите, пожалуйста, когда у тебя постоянно просят деньги, по-доброму отмывайся. Не давайте. Как нужно по-доброму отмывать? У меня такой вопрос. Я приведу пример. Я видел, как происходит один случай, видел один случай и вам расскажу. Один человек приходит, как бы к соседу звонит, тот открывает, он говорит по-доброму очень. Дай, пожалуйста, набухло. так надо, не могу жить, надо выпить, умираю. Помоги, я тебе верну. Что нужно сделать? Сосед. Отношения портятся, если ты не даешь. Что нужно сделать? Вот знаете, как он сделал? Он говорит, заходи, заходи, пойдем за стол, за стол пригласил. как у тебя жизнь? Ну, так вот тяжело, все плохо. На, вот я тебе возьму покушай. Да не хочу я кушать. Ты пришел ко мне, уважаешь меня, чуть-чуть покушай. Раз, покормил, чуть-чуть тот поел. Говорит, люблю я тебя, сосед, хороший ты человек, а этому набухло тебе не дам. и грандируешь, испортишься. Все, он больше никогда не звонил в эту дверь. Сила нужна, чтобы так себя вести, сила внутренняя, но это гарантия. Дайте что-то человеку, по-доброму отнеситесь, поговорите с ним, простите его, но денег никогда не давать, не портите человека. Дали денег, испортили отношения. Родственникам не давать денег, дали деньги, разрушили отношения с родственниками. Все. Потому что они, когда деньги берут, дальше отдавать свои приходят. Сберешь чужие, отдаешь свои, а своих мало всегда. Все. Родственнику отдам попозже, чуваки, проблемы. Он же родственник. Все, отношения портятся. Он к тебе не придет, ты к нему не придешь. Деньги давай родственнику, просто вот, сколько можешь, дай. и забудь про них. А если постоянно мучаешь, скажешь, больше не дам. Честно скажи, больше не дам. И он уже не придет, больше тоже. Все, отлично. Честно, сколько можешь, дай. Не можешь, скажи, не дам. Родственник. Нормально. Дал займи, испортил отношения. Кому-то займи можно сдавать, только очень развитому человеку. Мы одному наставнику недавно дали взаймы. Он отдал. Отношения испортились, потому что он очень сильный, серьезный человек, развитый. Никогда одному хорошему человеку недавно тоже дали взаймы. Он еще не отдал, знаю, точно даст. Очень развитый человек. Не буду называть кто, но очень хороший. Я верю, что он отдаст, проблемный будет. Только так. Если обычный человек попросил, не надо давать, это опасно, разрушить отношения. Спасибо. Да? Ваш вопрос? Редко, когда человеку нужны деньги, на самом деле. В основном, ему нужны отношения, люди вокруг него нужны, идеи человеку нужны, правильное поведение нужно, отношения со старшими нужны. Деньги появляются в этом случае сами. Они результат отношений, команды и правильных вещей в жизни, когда человек делает правильные вещи. У него есть команда, у него есть работа, способность. Деньги сразу появляются искрения. Да? Олег Дмитриевич, когда ты слышала фразу, мы достаточно давно, начальники нам от Бога. Ну и вот, соответствую, это вела в себя, в себя так, очень уважала всех руководителей, на духи моем появлялись. Супер. Ну вот, хорошая моя рабочая жизнь, она была моя хорошая. Да. Меня тоже уважали, помогали. Так. Сейчас меня, а, скажу еще, что все эти руководители были или старше меня, или умнее, разумнее, мудрее. Ну, то есть, вот это, даже, когда были младше, они все равно были какими-то мудрыми. Так. Вот. Сейчас меня пригласили на работу, и руководитель 24 года, а мне 50. То есть, это просто моего сына. Я, ну, у меня вопрос в связи с этим, да, вот я понимаю, с первой встречи, я понимаю, многие друга, у нас разные младрения, разное мышление, организация коммерческая, и, ну, он на деньги ориентирован, а я понимаю, Вы пришли его воспитывать. Он талантливый, очень мудрый, сильный руководитель. Ему не хватает вас только. Бог послал вас, ему как реанимацию. Матерью должны быть, объяснять ему. Скажите, чтобы я, то есть, у меня сразу, ну, какое-то такое возбуждение о агрессии, ну, естественно, я себя сдержала, но... Вы матерью можете быть? Ему матерью? Конечно. Ну, если это важно и нужно... Конечно, вас Бог туда специально для этого послал. Что, вы с хорошего места туда ушли? У вас все нормально же будет. Нет, просто организация на какое-то время закрывалась, а сейчас ее снова открыли. То есть, он нашел в себе силы, ну, или, как бы, свыше силы были даны, чтобы он не связался опять за это. Вот этот молодой человек. Да, да. Он очень разумный и сильный личности. Да, он сильная личность, молодой, просто еще не понимает глубины жизни. молодой. Вам Бог послал вас, ему, для того, чтобы вы его научили совести. Да, вы как мать должна быть там. И вы спасете его жизнь таким образом, разовьете. Скажите, как влиять, ну, потихонечку, с любовью, с терпением, с матерью. Как мать? Мать. Иногда сын становится кормильцем в семье, мать остается матерью все равно. То есть, я вот, как бы, эту практику в отношении к своему сыну осуществляю, верю, там, молюсь. дайте мужчине быть сильным, старшим, дайте им возможность. Никто не лишает вас возможности советовать, говорите ему правду жизни. Говорите по-доброму, между делом, так. Тактично, да, по-доброму. Ты че же, вот, вот, там, Вадим Федорович, там, вы такой очень хороший специалист руководитель. Вы знаете, мне кажется, вот, надо вот здесь вот вам подумать, вот, очень важно, вот это вот. сначала похвалить, потом ему как бы поставили, ну, да, один человек подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, вы пять жизней подряд были моим духовным учителем. Я говорю, вы че, все помните эти? Он говорит, да, я помню, пять жизней подряд вы были моим духовным учителем. И я клюнул на эту удочку, клюнул. Да вы что, говорю, вы все помните, он говорит, да, я все помню. А до этого пять жизней я был вашим духовным учителем. Олег Геннадьевич. Развел меня, на мякине меня развел. Вот, так что все клюют на прославление, похвалы, все клюют. Нормально. Даже старше. Нормально, да. Давайте я продолжу беседу. Продолжаю тему простых методов победы над судьбой для развития своего дела. Как человек способен стать сильным в социуме, побеждать препятствия, все связанные с деятельностью. Простые правила. Мы два с вами правила узнали. Много правил не надо знать. Есть главные и они поддают победу. Позитив. Есть позитивное настроение, становишься центром коллектива. Все тебя любят. Тренируйся, старайся всегда быть позитивным. Результат будет такой, что ты станешь душой коллектива. Все самое лучшее на тебе сосредоточится. коллектива. Если ты способен уважать старших, подъем пошел вверх, тебя будут поднимать. Начнется подъем вверх, социальное положение в обществе поднимается будет у тебя. Если ты уважаешься старших, как бы они не ошибались в жизни. Потому что есть старшие в деятельности, они могут ошибаться. Старшие в духовной жизни ошибаться не могут. Чувствуете разницу? Здесь духовно старшие, они тоже могут ошибаться, но не сильно. Если они сильно ошибаются, они уже не старшие. Но в деятельности больше поблажек. Не надо путать старших в деятельности и старших в духовной. То есть директор завода не обязан быть духовно сильным человеком. Он обязан предприятие поднимать, заботиться о подчиненных. Как может. Как может. и за это его надо уважать. Не обязан быть святым. Не та должность. Итак, мы с вами разобрали эти темы. Теперь дальше движемся. Смотрите, есть одна вещь очень сильная, которая сильно меняет судьбу. Вот допустим приведу такой пример. Сидит начальник в совещании. Целый час его подчиненные обсуждают тему. Он молчит и просто слушает всех одинаково, никому не давая никаких как бы как называется привилегий. Что это значит? Это значит, что этот начальник никогда не ошибется, потому что он понял, как держать разум в самом высоком своем проявлении. когда человек способен слушать внимательно, спокойно, терпеть звук, слушать мнение каждого, изучать, слушать, слушать, слушать. Этот человек способен управлять ситуацией. Как только возбудился, какой-то подчиненный что-то говорит, ты возбудился, хочешь ему что-то ответить, возразить, все, ты потерял квалификацию. терпи любой звук от любого подчиненного, любое мнение, которое тебе говорят, терпи. Теперь пришел старший начальник, ты подчиненный, он тебе начинает, ты что так работаешь там туда-сюда, слушай, терпи. Ничего не возражает, просто слушай. Все, ты побеждаешь судьбу. Когда человек умеет слушать, он становится очень мудрым. Слушание делает человека мудрым, могущественным человеком делает. Ребенок пришел, двойку получил, садись и расскажи, почему двойку получил. Начнет говорить, слушай его, слушай. Очень важно послушать, потому что ты многого не знаешь. Может быть ребенок пошел в плохой период жизни, может у него развивается психическое заболевание. Это я вам реальный случай рассказываю. Девочка начала получать плохие отметки. Мама ничего не слушала, она слушала преподавателя, говорит, ваша дочка связалась с плохой компанией, она перестала учиться, до этого хорошо училась. Ваша дочка ведет себя плохо, все, и поэтому она плохо учится. Мама дочку прессует, дочка говорит, что мне тяжело учиться, я не знаю почему, я не могу сейчас учиться, как раньше. Мне очень плохо все время, тяжело, она говорит, ты меня обманываешь, у тебя плохая компания, и так далее. Мать обратилась ко мне, я говорю, ваша дочка сейчас, если вы дальше так будете с ней себя вести, может сойти с ума, и жить уже в домике неизвестного архитектора дальше, понимаете, очень опасная ситуация, развилась у этой мамы, с этой дочкой, она мне не поверила, говорю, хорошо, ведите ее к психиатру, посмотрите его заключение, то же самое заключение, он говорит, и ребенок практически на сломе психическом, если сейчас еще пару месяцев учебы вот такой вот, то ребенок сходит с ума, все, мама ничего не узнала об этом, почему, потому что она не слушала свою дочь, она должна была послушать, что она говорит о себе, о своей жизни, почему она плохо учится, она не хотела ее слушать, а теперь вот подумайте, кто из вас слушает своих детей вообще, что они говорят о своей жизни, что у них там внутри, почти никто не слушает, понимаете, и точно так же мы не слушаем своих близких, часто, и пропускаем плохой период жизни, не видим опасность в результате, она опомнилась, и дочка взяла академический отпуск, то есть перестала учиться, пошла потом более поздней группой учиться дальше, и вышла из плохого периода, опять все хорошо, но зато сохранили здоровье психическое, и жизнь фактически, ему ребенка, ему ребенка, такой случай. Что же такое слушание? Это самая тяжелая аскеза слушания, потому что надо признать, что я не всего понимаю в этом мире, в этой жизни, надо это признать для себя, и поэтому всегда мониторить ситуацию, слушание это прибор жизни, когда человек слушает, он таким образом глубже понимает жизнь, что происходит вокруг, слушание дает такое знание. Когда человек слушает молитву, он обретает способность вообще побеждать судьбу, вчера, помните, я говорил, настройте, слушайте, не себя слушайте, а те, кто молится, и вы таким образом станете очень сильными в победе над судьбой, потому что через их звук вера придет в сердце, которая связывает тебя с Богом. Что же делает слушание, когда человек все слушает, старается меньше говорить, больше слушать, он становится лидером общества такой человек, старшим для всех становится, разумным становится такой человек, сам на большую аскезу слушать, нет, аскезы тяжелее, причем по-разному можно слушать, некоторые слушают и спорят постоянно внутри. Есть четыре типа правильного слушания, приводящих к победе, веды описывают, есть четыре типа неправильного слушания, разрушающего жизнь человека, веды описывают, с животными сравнивают. Первый тип неправильного слушания это волк, называется волк, когда человек слушает и все время сам хочет что-то сказать, у него всегда вопрос, он как бы тянет руку, ему что-то рассказывает, он говорит, нет, нет, у меня вопрос, все, только свое, я хочу только свое, что-то сказать, что-то сказать, что-то спросить, слушать не могу. второй тип неправильного слушания называется бык, бык как бы ест все без разбора, хорошее, плохое, так и человек неправильное слушание, от всех интересно ему слушать, и новости слушает, хавает все там в уши себе, и лекцию тоже, все вместе, у него горшок переполняется, он смешивается, грязь там, чистота, все вместе в его горшке как бы находится, бардак, он говорит, что-то я запутался, что он все слушает как бы с верой, все, что там ему не говорят, и сплетни, и новости, и лекцию, все вместе с верой, и у него там в горшке бардак в результате. Следующий вид неправильного слушания называется верблюд. Человек очень с большим удовольствием слушает, то есть верблюд, он что, в чем у него прелесть-то жизни, почему он выжил в пустыне, потому что он любит вкус собственной крови, и когда он колючки ест, они же колючие, они ранят рот, и он вкуснятина вообще, то есть кровь начинает там выступать, и он и он ест эти колючки с удовольствием, потому что любит собственной крови вкус, и колючки поэтому дают им возможность жить, они там проглатывают, ну точно так же верблюд, как бы с позиции слушания, это человек, который слушает с удовольствием всякие там бои на телевидении, там орут друг на друга, там ругаются, всякие шоу, там он на лекцию пришел, ооо, я не могу это слушать, пошел, только колючки может жрать, нормальная жрать ничего не может, свежую траву жрать не может, нужны колючки, потому что кровь нужна, кровь, понимаете, верблюд, сколько у нас уже, три, так, волк, верблюд, вык, забыл, четвертый, а, есть еще в Индии такая птица чикора называется, и она постоянно, ну, как бы такая, постоянно кревляется и постоянно чё-то щебечит, такая недовольная вид у ней такой, ну, она как на воробья похожа, чуть побольше такая, чирек-чирек-чирек, ну, то есть, возмущается, постоянно недовольная такая, вот это слушание, вот, как эта птица, то есть, всегда спорит, как бы, он недовольный всегда, ему не нравится то, что говорят, у него свое мнение, такой человек никогда не услышит, вот, четыре типа неправильного слушания. Теперь четыре типа правильного слушания. Первый тип правильного слушания называется попугай. Человек слушает внимательно, слушает, все запоминает, как есть, потом всем пересказывает, что услышал. И он усваивает очень сильно материал, у него становится, как бы разум развивается в результате. Он с верой слушает, потом также говорит, как услышал, всем рассказывает. Второй тип правильного слушания называется лебедь. То есть лебедь, он отделяет грязь от чистоты, то есть молоко от истины. То есть он слушает, самое главное выделяет, самое нужное, а все остальное как бы убирает, чистоту берет. Следующий тип правильного слушания это рыба. То есть рыба, она не мигает, вот как это Ленин в октябре был фильм, товарищи, товарищи такие раз, застыли, слушают, не мигают такие, слушают, внимательно, ничего не пропускают. Это называется рыба ведок, ведь тип слушания, она рыба же не моргает, такая раз, застыл, так человек слушает, он не мигает, как бы пытается все понять. И четвертый тип правильного слушания, это называется читака, это другая птица, сравнивается с птицей. Эта птица, она, представляете, она с земли вообще ничего не пьет. Она живет возле моря, и там постоянно туманы, там дожди идут, и она пьет только чистую воду, когда дождь идет, она до этого, ну как бы испытывает жажду. Как только дождь идет, она взлетает и только чистую дождевую пьет, воду пьет, она слуш никогда не пьет эту воду. Это означает, что человек хочет только чистое слушать, что такое возбышенное. Все остальное ему не нравится слушать. Птица читака, он только чистоту хочет слышать, только самая лучшая в жизни. Все остальное он не хочет слушать. И такой человек становится разумным, несомненно. Ну ладно, я вас уже замучил, чувствую. Вот мы сегодня с вами много изучили, у нас есть еще другие темы. Ну я в целом как бы могу вам сказать, не развернуто, а просто вот, просто вкратце. Служение, когда человек служит, заботится о других, служит другим, у него происходит развитие личности, как личность становится очень колоритным, развитым. Когда человек развивает в себе смирение, ну что такое смирение? Это значит, он принимает судьбу, он преодолевает трудности, такой человек. Смирение все развивает, согласен со всем, с судьбой согласен, преодолевает трудности. Когда человек терпеливым становится, он становится мудрым и осознанным, он переваривает информацию, терпение дает переваривание информации. Когда человек делает пожертвования, жертвует, я желаю всем счастья, тоже пожертвование. Он становится удачливым, удача приходит в его жизни. Теперь, если человек принимает старшим в жизни, у него есть старший, кого он слушает, у него начинается рост развития, то есть вверх, он как личность начинает быстро расти и развиваться. Правдивость, когда человек становится правдивым, у него развивается проницательность, способность видеть судьбу людей, не ошибаться в деятельности, в бизнесе, правдивость дает проницательность. Сострадание, когда человек способен сострадать другим, делает его лидером общества, он становится старшим для всех, тот, кто может сострадать. И когда человек принимает свою судьбу, у него развивается ответственность, способен отвечать за свою жизнь. Очень сложно, все эти темы крайне сложные, я не смог вам рассказать все это за 5 секунд. Если хотите, завтра можем как-то продолжить. Вот, ну вот, в принципе, у нас как бы все закончилось. Музыка 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 Музыка